Съедобные факты от Лики Длугач Программа выходит при поддержке сети магазинов Кул Клевер. Кул Клевер – натуральные продукты, созданные с любовью, вкус которых вы запомните и захотите возвращаться к нему вновь и вновь. Привет, с вами Лика Длугач, и сегодня мы углубимся в недра кулинарной истории. Легенда о Цезаре – так можно было бы озаглавить историю создания знаменитого салата и написать целый том исследований, как же это произошло на самом деле. Предлагаю остановиться на самой популярной версии, кажущейся наиболее правдоподобной. Итак, прошу любить и жаловать – салат «Цезарь» – самый популярный салат североамериканской кухни. Бурные аплодисменты, пожалуйста. Спасибо. Предположим, давным-давно, почти сто лет назад, в одном популярном итальянском ресторане в мексиканском городе Тихуана, аккурат в День независимости под наплывом посетителей, закончились продукты. Оказывается, так бывает. Ударить в грязь лицом хозяин ресторана, почтенный Цезарь Кордине, точно не мог. Поэтому ему пришлось выкручиваться. Нельзя же оставить гостей голодными. В ход пошло все, что было на кухне – яйца, оливковое масло, салатные листья, хлеб, сыр, пармезан, чеснок и вустерский соус. Казалось бы, что можно сочинить из той скудного набора? Салат «Цезарь» можно было сочинить. Что хозяин и сделал, придумав буквально из ничего настоящий хит. В первой версии знаменитого соуса «Цезарь» правда вроде не было анчоусов, это уже досочинил брат Цезаря Алекс, назвав блюдо салата «Виатора». Именно этот вариант соуса и стал классическим. Вустерский соус, анчоусы, пармезан, желтки, дижонская горчица и кое-что еще. Понятно же, что соус в салате играет главную роль, а в нем главную скрипку исполняет вустерский соус, тот самый, который в свое блюдо добавил сметливый хозяин ресторана «Цезарь's Place». Настоящий классический соус «Цезарь» для любого варианта знаменитого салата создает на своем производстве мяснов команда «Кул Клевер». Кстати, соус, как и сам готовый салат, можно купить в магазинах «Кул Клевер» и быть уверенными, что в соусе точно будет правильный вустерский соус. Чтобы салат оставался максимально свежим, нарезанные вручную ингредиенты не перемешиваются с соусом заранее. Соус, как и сухарики мясного буфет, упакован отдельно. С вами были «Съедобные факты» и их ведущая Лика Длугач. До скорых встреч на «Серебряном дожде». Съедобные факты от Лики Длугач.